Всем привет! Я Ксения. И, наконец-то, я готова рассказать вам про артикли в испанском языке. Однозначно, это одна из самых, если не самая сложная тема в испанском языке. Слава богу, хотя бы не по образованию, потому что артиклей всего несколько, но зато по употреблению. И сложность заключается в том, что вот есть одно правило, а потом есть вот исключение, а вот еще исключение, а вот еще исключение есть. И сложность заключается в том, чтобы запомнить все эти исключения, если вы сознательно пытаетесь это сделать. Даже не так. Сложность заключается в том, чтобы вытащить из головы все эти исключения, когда вы начинаете говорить. И рецепт тут только такой. Много слушать и много читать, и постепенно вы просто будете чувствовать, что tener el miedo, например, что-то как-то так не звучит. Tener miedo звучит, а tener el miedo не очень. Так что вот нужно просто вырабатывать чувство артикля у себя в испанском языке. Но, конечно, никто не мешает нам и пройтись по правилам, и посмотреть, как же артикли ставятся или не ставятся в испанском языке. Что нужно понимать? Вот в русском языке нет артиклей, да, и нам кажется, ну что они вообще тут напридумывали в испанском языке? Вот мы живем без артиклей, нормально. Почему они не могут? Дело в том, что артикль это не просто какое-то непонятное и ненужное слово. Это очень нужное и значимое слово. И в испанском языке, про испанский язык, можно сказать так, что у существительного обязательно есть какое-то определение. А если его нет, то это тоже показатель чего-то. То есть наличие артикля, как и его отсутствие, это все значимые элементы. Но давайте быстренько посмотрим, что может еще определять существительное, кроме артикля. Например, притяжательное местоимение. Mi amigo. Указательное местоимение. Esta película. Числительное. Dos bancos. Много, мало, такие вот слова. Mucho sol. Poco trabajo. И так далее. Otro chico. И потом артикль, определенный или не определенный, или его отсутствие. Как и в видео про глаголы движения, я решила указать, на каком уровне предполагается, что вы знаете то или иное употребление. Но суть тут такая. Знаете вы это или не знаете только интуитивно. Потому что, например, в учебнике aula, который является самым популярным учебником в мире для изучения языка, нет ни одного слова про артикли. На уровне А2, например. А как вы увидите, здесь очень много правил, которые вроде как вы должны знать на уровне А2 и даже на уровне А1. Те, кто пишут учебник, они рассчитывают на то, что студенты они спросят, а преподавателям ответят. Но в самом учебнике, если и есть, то только какие-то вот отдельные правила. Очень-очень мало. Большинство правил, которые касаются артикля, они вообще не объясняются. И, конечно, нам, русскоговорящим, людям, в языке которых нет артикля, очень сложно. Когда я думала, как мне организовать всю эту информацию, я решила, что я пойду от случаев, про которые можно сказать, вот в этом случае 100% есть такой артикль или нет вообще его. И начнем мы с неопределенных артиклей. Давайте начнем с неопределенного артикля. Незнакомый предмет появляется первый раз, и у него идет неопределенный артикль. Если вы знаете английский язык, то он вам здесь поможет, там точно такое же правило. Так как мы ее первый раз называем, этот фильм, то у на пеликулы. Также неопределенный артикль может заменять Мне нужен какой-нибудь карандаш и какие-нибудь ножницы. Я купил книги. Какие-то книги. На самом деле в русском языке мы тоже определяем слова. Просто у нас нет артиклей, но есть, например, много, мало, какой-то. И нельзя сказать, что русский язык что-то может передать, а испанский не может. Или наоборот. Нет, мы все все можем передать. Просто для этого мы используем разные средства. Следующее правило. Один, одна или несколько. Una entrada, por favor. Один билет мне, пожалуйста. He visto unas películas de este director. Четвертое правило. После глагола hay, который является формой глагола haber, и обозначает что-то где-то есть, может идти только неопределенный артикль. Hay una librería por aquí. Hay unas avenidas muy grandes en esta ciudad. Когда вещь является частью группы, то перед ней тоже появляется неопределенный артикль. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un reloj. ¿Quién es Pablo Alborán? Es un cantante. И, наконец, точно можно сказать, что неопределенный артикль появляется, когда вам нужно передать приблизительное количество. То есть, например, Сколько там Марии лет? Tiene unos treinta y cinco años. Ей лет тридцать пять. Tiene unos treinta y cinco años. Сколько тебе денег надо? Unos doscientos euros, por favor. Ну, евро двести мне дай. Мне хватит. Теперь давайте смотреть случаи, когда точно употребляется определенный артикль. Сразу хочу сказать, что я не включила в это видео информацию про артикль с именами собственными. На эту тему вы можете посмотреть вот это видео, которое выйдет прямо сразу после основного видео про артикли. Итак, первое правило употребления определенного артикля связано очень тесно с первым правилом употребления неопределенного артикля. То есть, сначала вы говорите Значит, я вчера посмотрел какой-то фильм, да, неизвестный еще собеседнику. И этот фильм, он был про то-то-то. Вот во второй раз, когда вы уже называете какой-то предмет, он уже идет с определенным артиклем. С глаголами, которые выражают любовь и ненависть, назовем их так, тоже всегда используются существительные с определенным артиклем. Потому что вы эти предметы, которые вы любите или ненавидите, вы берете в целом. А у определенного артикля, у него есть обобщающее значение. Поэтому вы говорите, например, Вы когда учите порядковый числительный, вы так и запоминаете, что идет сначала артикль определенный, потом порядковый числительный, первый, второй, третий, пятый, десятый, и потом существительное. Сразу напоминаю, что primero сокращается перед существительными мужского рода единственного числа. Поэтому То же самое происходит с числительным ТЕРСЕРО А если бы было ТЕРСЕРО ВЕЗ, то в ответе было бы полное слово. Когда у нас превосходная степень сравнения прилагательных, там и существительное тоже всегда будет, тоже есть обязательно определенный артикль. Например, Аман Сио Ортега ЕС ЭЛ ОМБРЕ МАР РИКО ДЕ ИСПАНЯ. Почему я говорю МАР РИКО А НИ МАС РИКО? Посмотрите вот это видео. Когда у вас вещь единственная в своем роде. Тоже идет с определенным артиклем. Например, Буэнос Шайрес ЕС ЛА КАПИТАЛ ДЕ АРГЕНТИНА. Если вещь единственная в данной ситуации, то тоже и понятно собеседнику, про что вы говорите, то даже если вы называете первый раз это, но человек знает, о чем вы говорите, то будет определенный артикль. Например, ЭС УНА ПЕЛИ МУЙ БУЭНА И ЛОС ПРОТАГОНИСТАС АКТУАН МУЙ ВЕЛЬ Это очень хороший фильм и актеры, главные герои, очень хорошо играют. То есть не надо говорить УНОС ПРОТАГОНИСТАС. Понятно, что в фильме там могут быть только одни ПРОТАГОНИСТАС. Вот поэтому вы их сразу называете с определенным артиклем. И когда вы называете членов одной семьи ИВАНОВЫ, СТРОГОНОВЫ и так далее, РАМИРЕСЫ, ПЕРЕСЫ, тоже перед фамилией появится определенный артикль в умноженном числе в мужском роде. Что же нам показывает отсутствие артикля и когда оно бывает? Во-первых, это проходит прямо на уровне А1, вы не используете артикль после НО АЙ и НО ТЕНЕР, НО ТЕНГО, НО ТЕНЕС, НО ТЕНЕ и так далее. НО ТЕНГО ЕРМАНОС. Вы не говорите НО ТЕНГО УНОС ЕРМАНОС, НО ТЕНГО ЛОС ЕРМАНОС, Вы говорите НО ТЕНГО ЕРМАНОС, БЕЗ АРТИКЛЯ. Никакого объяснения тут особо нет, просто это надо запомнить. НО АЙ ФАРМАСИЯС ПО РАКИ. Тут нет аптек поблизости. Дальше. Когда у вас, вы называете материал чего-то или из чего что-то состоит. Вот этот вот материал или из чего что-то состоит будет без артикля. Смотрите. ЛЕЧЕ ДЕ ВАКА КОРОВЬЕ МОЛОКО. И такие фразы, как правило, можно перевести с помощью прилагательного и существительного. То есть КОРОВЬЕ МОЛОКО. Да, вот это вот КОРОВЬЕ МОЛОКО. СОПА ДЕ ПОТАТА. КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП. МЕСА ДЕ МАДЕРА. СТОЛ ДЕРЕВЯННЫЙ, а точнее ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛ. В ВОПРОСОХ так же нет обычно артикля. КОРОЕС? ДЕ КЕ ПАИСЕ РЕС? А КЕ КЛАСЕ ВАС? После слов, которые выражают количество. Например, БУКЕТ или ПАКЕТ или СТОПКА. УМ МОНТОН ДЕ ЭКСЕПЦИОНЕС. КУЧА ИСКЛЮЧЕНИЕ. Это, конечно, про нашу тему, про артикли. Сейчас мы пойдем смотреть эти исключения. УМ РАМО ДЕ ФЛОРЕСС. БУКЕТ ЦВЕТОВ. И так далее. Таких слов их достаточно много. УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ и ПОСЛОВИЦЫ. Я их добавила сюда, но на самом деле я бы могла их добавить и в неопределенный артикль, и в определенный артикль, потому что устойчивые выражения, пословицы и поговорки они не подчиняются никаким вообще правилам. Вы просто запоминаете, что, например, бояться – это ТЕНЕР НЬЕДО. А что кто-то, какое-то животное, находится на грани исчезновения, ЭМ ПЕЛИГРО ДЕ ЭКСТИНСИОН. Тут два существительного, оба без артикля. ОХОС КЕНО ВЕН, КОРАЗОН КЕНО СЮЕНТЫ. Буквально, глаза, которые не видят, сердце, которое не чувствуют. По-русски это С ГЛАЗ ДОЛОЙ и С СЕРДЦЕ ВОН. Почему здесь нет артикля, никто не знает. Просто надо запоминать. Что хочу еще добавить про отсутствие артикля. На прошлом слайде я объясняла фразы типа ЛЕЧЕ ДЕ ВАКА как то, что используется материал какой-то или составляющая. Когда вот такого рода фразы, то там тоже у второго слова отсутствует артикль. Но в учебнике ГРАММАТИКА ДЕ УСУ я вот сейчас нашла другое объяснение. Они объясняют так. Во фразах, которые состоят из существительного, предлога плюс существительного, у второго существительного отсутствует артикль. Например, Профессор ДЕ УНИВЕРСИДАТ Корбата ДЕ СЕДА Галстук из шелка, шелковый галстук. Но вот это вот подходит под мое объяснение, да, про материал. Коллекцион ДЕ СЕЙОС Коллекция Марок Это подходит про другое объяснение, про слова, которые обозначают количество. РАМО ДЕ ФЛОРЕС там был у нас на прошлом слайде. ДИРЕКТОРА ДЕ ОРКЕСТРА ДИРИЖЕР ОРКЕСТРА, КАФЕЙ КОН ЛЕЧЕ, КОФЕ С МОЛОКОМ, РОПА ДЕ НИНЬО, ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ. И тут, знаете, вот если сказать РОПА ДЕЛЬ НИНЬО, это будет совсем-совсем другое значение, потому что РОПА ДЕЛЬ НИНЬО это одежда какого-то определенного ребенка, мальчика, а РОПА ДЕ НИНЬО это детская одежда. Дальше хотела упомянуть про месяцы, что обычно месяцы используются без артикля. В июле мы поедем на Майорку. МОЁ ДЕНЬ РОЖДЕНИО в феврале. С днями недели чуть посложнее. Когда вы говорите, например, сегодня пятница или вот в письме вы пишете дату, то тогда дни недели идут без артикля. Сегодня четверг. Суббота первое мая. Если же речь идет про конкретный день, то используется артикль ЭЛЬ. ЭЛЬ ЛУНЕЗ ТЕНГО УНА КЛАССЕ ДЕ ПАДЕЛЬ. В понедельник у меня занятие по падлу. Если вы еще не знаете, что такое падл, обязательно посмотрите. Это второй по популярности сейчас спорт в Испании. ЛОС САБАДОС СОЛЕМОС КОМЕР ФУЕРА. Это уже другое значение. ЛОС с днями недели. Это значит, что вы по этим дням недели что-то делаете. По субботам мы обычно едим не дома. Теперь давайте смотреть на особые случаи. Когда я начинала учиться на испанском отделении филфака, первое, что нам сказали, когда рассказывали про артикли, это то, что слово КАСА и слово ЙОС не нуждаются в артикле, потому что это единственные в своем роде вещи, соответственно, их вообще никак определять не надо. КАСА естественно имеется в значении ваш собственный дом, в смысле дом, где вы живете, ваш дом, неважно снимаете вы или это ваш личный дом, но вот то, что вы называете домом, вряд ли у вас несколько домов, обычно дом он один, и поэтому не нужно никакого определения. А ДЁОС вообще что говорить? ДЁОС он известно? Один? Но потом, конечно, выяснилось, что КАСА, если это обозначает не ваш личный дом, а просто дом, то может употребляться и с определенным артиклем, и с неопределенным артиклем. ЛАС КАСА ЭН ЛОС ЭСТАДОС УНИДОС СОМ МАС ГРАНДЕС КЕН ЭСПАНИЯ. ДАМА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ИСПАНИИ. Знали ли вы, что когда у вас фраза во множественном числе, то чтобы сделать из нее аббревиатуру, вы берете первые буквы слов и вот два раза пишите их. ЛОС ЭЭ УУ Это ЛОС ЭСТАДОС УНИДОС И еще один такой известный пример это ЛОС ХОЕГОС ОЛИМПИКОС. ДАМА В СЕША больше, чем ДАМА В ИСПАНИИ. ЭЛ ДИОС ДЕЛ ЗОРОАСТРИСМО ЭС АУРА МАЗДА. БОХ ЗОРОАСТРИЦЕВ Ну, в ЗОРОАСТРИЗМЕ да, это АУРА МАЗДА. Потому что это вот определенный Бог, именно Бог ЗОРОАСТРИЗМУ. Но эти же слова могут идти и с неопределенным артиклем. ЭС УНА КАСА БОНИТА. И тут мы видим одно очень важное правило. Когда у вас существительное плюс прилагательное перед ними всегда появляется неопределенный артикль. ЭС УНА КАСА БОНИТА. Тут вам может помочь английский язык, потому что там работает тоже правило. А БЮТИФУЛ ХАУС. Маркос тьене уна КАСА в ВАЛЕНСЯ и утре в УБЕДА. Тут уна в значении один. У Маркоса есть один дом в ВАЛЕНСЯ и другой в УБЕДА. В Индии много богов. Один тебе помогает с деньгами, другой в семейных делах и так далее. Дальше смотрим на профессии, национальности и политические идеологии. Первое правило, которое вы узнаете, это то, что после глагола СЕР или АСЕРСЕ становиться плюс профессии, национальности и политические идеологии артикль не употребляется. ПАВЛО КЕРЕ АСЕРСЕ ПИНТОР. СОЙ БУДИСТА. ЭРЕС ПРОФЕСОРА. И так далее. Но если Пабло ПИКАССО самый известный ПИНТОР ИСПАНИИ, то, как мы уже говорили, в превосходной степени всегда есть определенный артикль. ПАВЛО ПИКАССО ЭС ЭЛЬ ПИНТОР МАС ФАМОСО ДЕ ИСПАНИЯ. А теперь еще один интересный уточняющий момент. Если человека определяют по профессии, то тогда используется неопределенный артикль. КЕНЕС АЛЬМАДОВАР? ЭСУН ДИРЕКТОР ДЕ СИНЕ. АЛЬМАДОВАР это кто? Это один такой режиссер, кинорежиссер. ЭСУН ДИРЕКТОР ДЕ СИНЕ. ЭСУНА ПРОФЕСОРА. Хуана кто по профессии? Она учительница. Можно было бы сказать Хуана ПРОФЕСОРА. Можно, но значение другое и используется в других ситуациях. Очень хорошее еще задание, чтобы развивать в себе чувство артикля, это наблюдать, как артикль используется в текстах. Теперь погода. Обычно с погодой артикли не употребляются. Вы говорите АФИ ФРИО или АФИ КАЛОР. Но если вы уточняете какой холод или какая жара или какой ветер, то, как я говорила вот в этом примере с УНА КАСА БОНИТА появляется неопределенный артикль АФИ УН ФРИО ТРЕМЕНДО. АФИ УН КАЛОР Иншопортабли. Когда вы говорите про вещи в целом, вам особо не нужен артикль. ТОМАМОС КАФЕ ПАРА ДЕСАЮНАР. МИ ПИЮМ КОФЕ НА ЗАВТРАК. СУ ИСПАНОЛИ СТА МЕХОРАНДО ПОКЕ ЛЕЕМ МУЧО РЕВИСТАС, ПЕРИОДИКОС, КОМИКС, АНУНЦИОС, ДЕ ТОДО. ЕГО ИСПАНСКИ УЛУЧАЕТСЯ ПОТОМУ ЧТО МНОГО ЧИТАЕТ. ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ, КОМИКСЫ, ОБЬЯВЛЕНИЯ, ВСЁ ЧИТАЕТ. НО. ТАКЖЕ ОБОБЩАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕСТЬ У ОПРЕДЕЛЁНОГО АРТИКЛЯ. ЛА ЛЕЧЕ ЕС УН АЛЕМЕНТО ФУНДАМЕНТАЛЬ. МОЛОКО ЭТО НЕОБХОДИМЫЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ. А вот УН АЛЕМЕНТО ФУНДАМЕНТАЛЬ МОЖНО ОБЯСНИТЬ ДВУМЯ СПОСОБАМИ. ИЛИ, ЧТО У НАС ЕСТЬ СУЧЕСТВИТЕЛЬНОЕ ПЛЮС ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ МЕЖДУ НИМИ, ПЕРЕД НИМИ ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕОПРЕДЕЛЮНЫЙ АРТИКЛЬ ИЛИ ТО, ЧТО МОЛОКО ЭТО ОДИН ИЗ НЕОБХОДИМЫХ ЭЛИМЕНТОВ, НО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ. ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛ ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭЛИМЕНТ, ТОДА ЭТО БЫЛО БЫ ЛА ЛЕЧЕ ЕС ЭЛЬ АЛИМЕНТО ФУНДАМЕНТАЛЬ ПАРА ЛОС МАС ПЕКЕНИОС. МОЛОКО САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. ТО ЕСТЬ, ТАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЖЕ. ЛА АРЕНА ЕС ЭЛЬ ХУГЕТЕ ПРЕФЕРИДО ДЕЛОС НИНОС ЭН ЛА ПЛАЯ. ЛА АРЕНА. ПЕСОК. ПЕСОК В ЦЕЛОМ. ЭЛЬ ХУГЕТЕ ПРЕФЕРИДО. ТУТ ПРОСТО ПО СМЫСЛУ, САМАЯ ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА. САМАЯ. Это как, считайте, превосходная степень. ДЕ ЛОС НИНОС. ВСЕХ ДЕТЕЙ В ЦЕЛОМ. ЭН ЛА ПЛАЯ. НА ЛЮБОМ ПЛЯЖЕ. ВОБЩЕ. В ЦЕЛОМ НА ПЛЯЖЕ. Но тут же у нас есть, да, вот такое, что... И ОТСУТСТВИЕ АРТИКЛЯ ТОЖЕ МОЖЕТ ИСПОЗВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ ПРО ВЕЩИ. ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? ТОЛЬКО ВОТ. Развивать чувство артикля, много читать и мотать на ус. Дальше в одном учебнике я нашла такое интересное объяснение отсутствия артикля с неисчисляемыми существительными. Они говорили так, что с неисчисляемыми существительными не используется артикль никакой, когда на них не падает логическое ударение. Вот, например, смотрите. ЭН КОЛОМБИЯ КУЛЬТИВАН КАФЕ Тут куда падает логическое ударение? Ну, наверное, ЭН КОЛОМБИЯ. В КОЛУМБИИ. Вообще логическое ударение, оно обычно стремится к началу предложения. ЭСПЕРА У МИНУТО. ТЕНГУ АРЕНА И НЕЛ САПАТО. У меня тут какая-то песчинка в ботинке. Могло бы быть, кстати, здесь УН САПАТО. Могло бы в одном ботинке. Вот, говорящий выбрал ЭЛ САПАТО. Вчисляемые существительные падает логическое ударение. Вот тогда у них появляется определенный артикль. И мы уже говорим, ЭЛ КАФЕ КУЛЬТИВАН ЭН КОЛУМБИЯ. ЭС МУЙ БУЭНО. То есть, именно тот кофе, который выращивают... Тот кофе, который выращивают в Колумбии, хороший. Который где-нибудь в другом месте, может, и не очень хороший, а вот в Колумбии это хороший. ЭЛ КАФЕ КУЛЬТИВАН ЭН КОЛУМБИЯ. ЛА АРЕНА ИН ЭСТА ПЛАЯ ЭС ДЕ КОЛОР НЕЙРО. ПЕСОК НА ЭТОМ ПЛЯЖЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА. Именно на этом пляже ПЕСОК ЧЕРНЫЙ. Ну, грамматику, которая мне вот в последнее время очень нравится. Она называется Марко Элли. И эта грамматика доступна совершенно бесплатно для скачивания. Она есть вот для уровней А1, А2 и Б1, Б2. Ее можно посмотреть прямо на сайте. А можно скачать, можно скачать полностью, где-то внизу там, по-моему, ссылка. А можно вот так вот зайти в каждую тему. И я хотела вам кое-что показать, что связано с артиклем. Мне очень понравилось, как они здесь объясняют наличие и отсутствие артикля. Смотрите, что когда вот отсутствует артикль, то мы не фокусируемся на том, что говорим. Мы просто какое-то кофе пьем. А вот когда появляется определение в виде неопределенного артикля, ну, это ладно, то получается, что конкретно мы вот конкретный кофе пьем. Compramos un café muy aromático. Дальше. Вот этот пример, он просто совершенно такой мозговоносительный. Смотрите, я сейчас прочитаю, прокомментирую. Они говорят здесь о том, что одну и ту же идею можно выразить по-разному. Vamos a ver los postres que van a tomar. Tenemos tarta de fresa, yogur, helado y también un flan casero riquísimo. Так, ну, что с десертами? Что вы будете брать? Это официант спрашивает. У нас есть клубничный пирог, йогурт, мороженое и домашний, очень вкусный flan. То есть, да, вот он все перечисляет, что у них есть, вот в целом. У них, значит, это есть. Но flan, так как он дает ему определение, casero и riquísimo, то перед flan появляется неопределенный артикль. Как я говорила, да, что если у нас существительное плюс прилагательное, то перед ними появляется неопределенный артикль. И первый человек говорит pues yo el flan. Почему он так говорит? Потому что вот тот самый flan, который назвал camarero. Yo también quiero un flan. Я тоже хочу flan. Тут имеется в виду один flan. Yo flan no quiero. Helado puede ser un helado de vanilla. Я flan в целом вообще, как десерт, не хочу. Мороженое, опять-таки в целом. Можно мне мороженое, одно мороженое ванильное. De vanilla, значит, из ванили. То есть, это вот из чего оно сделано. Если бы это было con vanilla, то это было бы с ванилью. Ну, допустим, не знаю, там цветочек ванили сверху лежит. А de vanilla, это значит, из чего сделано. Как вам такой пример? Потом еще здесь есть хороший пример. Сейчас найду с кремами. Смотрите. Si vas a la playa usa crema protectora. Если ты идешь на пляж, воспользуйся кремом от солнца. Любым. Не говорится какой конкретно крем. Просто крем. Если ты идешь на пляж, воспользуйся кремом солнечным. Si vas a la playa usa la crema protectora. Какой-то конкретный крем, про который и вы знаете, и ваш собеседник знает. Так что с артиклями может быть очень-очень по-разному. И в итоге все приходит к тому, что главное, чтобы вы сами могли себе объяснить, почему здесь употребляется тот или иной артикль. И для этого я подготовила вот такое задание. Я предлагаю вам прокомментировать в тексте. Я взяла текст с сайта Diario del Miohero. Почему вот где-то есть артикли, где-то нет артиклей. Вы делаете так. Вы найдете ссылку на этот документ в описании видео. Вы нажимаете так два раза. И нажимаете добавить комментарий. И вот здесь справа вы пишете свой комментарий. Почему вы думаете, что вот у Хапон нет артикля, а Эли Спектаклу есть артикль. И я смогу ответить на ваш комментарий. И все, кто зайдут в этот документ, они тоже увидят, что вы написали. Они что-то свое напишут. И получится вот у нас такая вот дискуссия на тему того, почему где-то есть артикли, где-то нет. И я уверена, что все очень много благодаря такому упражнению узнают. Вот давайте я один такой показательный разбор сейчас и проведу. Соберем вместе все то, что мы узнали за эти полчаса. И проанализируем артикли в этом небольшом тексте из журнала Ecos про ягуара. Итак, эль Хагуар. Эль Хагуар. Эль Хагуар. в мире после льва и тигра. Он может достигать 150 килограмм. Эль хагуар. Потому что взято в целом. Как вид. Эль феллино мас гранде. Превосходная степень. Америка. Имя собственное. Обычно идет без артикля. Скоро появится видео на эту тему. Эль леон и эль тигре опять взяты в целом. Как вид. Килос. Без артикля, потому что есть числительное перед ним. 150 килограмм. La palabra хагуар proviene del guarani yaguar. И puede ser traducida como el que mata a un solo salto. Слово yaguar происходит от слова yaguar из языка guarani и может быть переведено как тот, кто убивает одним прыжком. La palabra. Конкретно вот это слово. Тут нам понятно, о чем идет речь, поэтому уже сразу мы говорим la palabra. El guarani. Это единственный в своем роде язык. Это как el español, el inglés и так далее. Единственный в своем роде. salto, потому что un salto, один прыжок. Pero normalmente no es necesario tenerle miedo, porque es un animal muy tímido y huye de los humanos. Но обычно не стоит бояться ягуара, потому что это очень скрытное животное и оно избегает он, избегает людей. Tener miedo. Устойчивое выражение, которое не подчиняется никаким законам логики, просто артикля нет, это надо запомнить. А можно сказать, что потому что здесь взят страх в целом. Un animal muy tímido. Это один, одно из робких животных. Есть еще и другие робкие животные. Одно из. Los humanos взяты в целом. En la mitología maya jugaba un papel muy importante. Era un símbolo de poder. Dominaba la noche y el día. В майянской мифологии ягуар играл очень важную роль. Он был символом власти, он управлял ночью и днем, был главным распределителем ночи и дня. Примерно так. Майянская мифология, она всего одна, поэтому определенный артикль. Un papel muy importante. Папель importante. Существительное плюс прилагательное, перед ними появляется артикль. Un símbolo de poder. Это один лишь из символов власти. Еще были другие. La noche y el día единственные в своем роде. En muchas ruinas en Yucatán todavía se pueden admirar elaboradas imágenes del jaguar. Во многих руинах на полуострове Yucatán все еще можно увидеть хорошо прорисованные изображения ягуара. Ruinas без артикля, потому что есть muchas, другой определитель. Yucatán имя собственное. Elaboradas imágenes. Вот тут, знаете, я теряюсь, честно говоря, потому что могли бы они поставить los, las, точнее, las imágenes, женского рода, las elaboradas imágenes, потому что конкретное, да, изображение ягуара. Ягуар с определенным артиклем как вид. Но они решили не ставить артикль. Lamentablemente, en la actualidad, el número de ejemplares ha disminuido de manera drástica. К сожалению, в настоящее время количество представителей уменьшилось очень сильно. La actualidad. Она всего одна. Actualidad. El número количество. Понятно, тут про что речь. Número de ejemplares. У ejemplares нет артикля, потому что número это собирательное слово. De manera drástica, это устойчивое выражение. Es una especie empliero de extinción. Этот вид, это один из видов на грани исчезновения. Забыла пояснить, что una especie это потому, что один из видов на грани исчезновения. Есть и другие еще виды на грани исчезновения. Один из видов, как un animal muy timido. Сразу же за этим видео выйдет видео про артикль и имена собственные. Также я собираюсь периодически выпускать видео, в которых буду разбирать небольшие тексты на предмет артиклей. Почему здесь вот тот или иной артикль, как я уже сделала в этом видео. Поэтому обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и расскажите про это видео и про этот канал всем, тем, кто изучает испанский. Я думаю, всем будет очень-очень полезно. А на сегодня это все. Ариоши! Субтитры сделал DimaTorzok